МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. В Самаре продолжается борьба с незаконными киосками. Сегодня два строения снесли на московском шоссе. Спасать жизни под прицелом телекамер. Самарские врачи готовятся оказывать помощь в экстремальных условиях на Чемпионате мира по футболу. Самара должна стать доступной для людей с ограничениями по здоровью. В регионе стартует проект «Единая страна. Доступная среда». На два киоска меньше в Самаре продолжается борьба с незаконной торговлей. Убрать ларьки с шаурмой на московском шоссе владельцы должны были еще в 2015-м, но продолжали незаконно торговать. За демонтажом киосков наблюдала наша съемочная группа. На московском шоссе с утра запахло жареным. К продавцам шаурмой нагрянули полицейские и представители профильного департамента. Предписание убрать киоски владельцам выдали еще в 2015-м году. Но они предпочли продолжить торговлю, занимая городскую землю незаконно. Сейчас вы видите... Договор расторгнут. Вас обманывали. Можете обратиться в полицию по поводу мошенничества. Визита проверяющих здесь явно не ждали. Просто столько продуктов запахло, столько беспорождений за один день. Это тоже некрасиво. Владелец одного из киосков недоумевает. Пытается доказать, что все документы у него в порядке. Но подчиниться закону все-таки пришлось. Продавцы спешно вывозят свой товар. Объекты находятся на муниципальной территории, незаконно. Право устанавливающих документов на занятие земельного участка у данных предпринимателей нет. Именно поэтому эти объекты были заактированы соответствующим образом. И сегодня будет производиться их демонтаж. У киоска по соседству с ним также расторгнут договор демонтировать только подсобное помещение. Арендаторам пригрозили. Если не разберут ларек самостоятельно, его также скоро демонтируют. Эта деятельность наносит ущерб бюджету городского округа Самара. И, соответственно, мы предлагаем вам эту деятельность прекратить и объект этот демонтировать. Сейчас на территории Самары остается больше тысячи незаконных объектов торговли. До конца года во всех районах города демонтируют больше трехсот. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. Спасать жизни под прицелом телекамер готовятся самарские врачи. Сотрудники десятка медицинских учреждений регулярно тренируются на стадионе «Локомотив». На самих матчах будут работать 26 медицинских бригад. Сейчас отрабатывают навыки оказания первой помощи пострадавшим на поле и на трибунах. Проигрывают различные ситуации. За одной из таких тренировок наблюдали наши корреспонденты. Две минуты на то, чтобы добежать до пострадавшего и начать оказывать помощь. По легенде, у футболиста внезапная остановка сердца. Бригады у кромки футбольного поля на передовой. Именно они должны реагировать и действовать быстро. Тем более, когда на них смотрит весь мир. Ответственность, особенности работы под телекамерами, фотокамерами огромная. Здесь нет права на ошибку, как и нет вообще в медицине. Но в то же самое время есть крайне высокий уровень ответственности и готовности. Одновременно сердечно-легочной реанимации пострадавшего нужно унести с поля. Это делают короткими перебежками по 10 секунд. Футболисты, как правило, это тяжелые люди и их нужно уметь прокачать. Это не вот там такой щуплый мальчик, у которого два раза нажал и у него все завелось. И нужна хорошая физическая подготовка. Выносливость повышают на стадионе и в спортзалах. Тренируются два раза в неделю. Во время матча на поле будут дежурить две бригады. В каждой анестезиолог-реаниматолог и три пара медика. Рядом врачи самых разных специальностей отрабатывают навыки непрямого массажа сердца. В роли пострадавшего – манекен со специальным датчиком, чтобы во время спасения не сломать человеку ребра. Вот это значит мы сломали ребро. Чтобы отработать силу нажатия, это нам дает знак. Как вы знаете, что он? Ставьте, пойдет. Шутки на учениях, а в бою все должно быть серьезно. На стадионе будут работать 18 медицинских пунктов. Рядом дежурить больше 10 скорых. Врачи готовятся работать в самых разных ситуациях. Обмороки, переломы, черепно-мозговые травмы и ЧП с большим количеством пострадавших. В случае чрезвычайного происшествия с большим количеством пострадавших. Чтобы правильно расставить приоритеты, кому необходима помощь оказывать на месте, кого в первую очередь транспортировать. Тренировки будут идти до марта 2018 года. Затем врачи начнут дежурить на стадионе «Самара-Арена» и других крупных объектах чемпионата. Валерия Макарова, Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. «Самара» должна стать доступной для людей с ограничениями по здоровью. В этом году в регионе стартует проект «Единая страна. Доступная среда». Сегодня прошло первое заседание общественного совета проекта. Обсудили план работ на ближайший год. Так, для школьников будут проводить уроки толерантности. Их цель – создать позитивное восприятие инвалидности. Кроме того, общественники будут мониторить, насколько доступны магазины, больницы, парки и дома для инвалидов и маломобильных граждан. «Самое главное – сделать удобными и комфортными города и районы Самарской области для разных людей. Для людей с инвалидностью, для людей пожилого возраста, для молодых семей, для маленьких детей, для каждого жителя нашей Самарской области». Более трех с половиной килограммов наркотиков изъяли полицейские у жителей Самары. Опасное вещество, известное под названием «скорость», мужчина хранил в своей квартире. Силовики задержали предполагаемого наркодилера около дома на улице Нового вокзальная. В кармане у него было более пяти граммов запрещенного вещества. Заведено уголовное дело. Им занимается железнодорожный районный суд. Сейчас мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков, находится под стражей. «Является преступлением особо тяжким. Санкция данной статьи предусматривает наказание за лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Также пожизненное лишение свободы. Дану гражданину 23 года. Ранее не судим». А теперь коротко о других темах дня. 12-летняя Дарья Тарасова, которую разыскивали в Самаре со 2 июня, сегодня утром найдена мертвой. В пятницу девушка ушла из дома в селе Яблоневый овраг Волжского района и пропала. По непроверенным данным, последний раз ее видели на берегу реки Чапаевка, куда она отправилась вместе со своим 29-летним братом и 8-летней племянницей. Там же нашли ее вещи. По непроверенным данным, девочка утонула. Житель Самары Артем Широбоков, воюющий в украинском батальоне Азов, заочно признан виновным по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Ему назначили 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Следствие установило, что Широбоков выехал на Украину еще в начале 2014 года. Сначала в рядах правого сектора, деятельность которого запрещена судом на территории России, принимал активное участие в антиправительственных акциях в Киеве, Харькове и других городах Украины. Затем добровольно вступил в состав батальона Азов. В середине июня в Самаре стартует основной этап работ по строительству развязки на улице Луначарского. В связи с этим будет перекрыто движение на Московском шоссе на участке от проспекта Масленниково до улицы Киевской. На Киевской будет сужена проезжая часть. Кроме того, останется закрытым участок Луначарского от Московского шоссе до Мичурина. Объехать его можно будет по революционной Мичуриной и проспекту Масленниково. Предположительно, перекрытие произойдет 15 июня. Житель Самары пытался ограбить храм. Ранним утром экипаж вне ведомственной охраны получил сообщение о сигнале тревоги в соборе на территории промышленного района Самары. Прибыв на место, стражи правопорядка выяснили, что тревожную кнопку нажал охранник собора. Мужчина услышал шум из здания Духовного просветительского центра. Затем сработала сигнализация. Сотрудники Росгвардии заметили, что одно из окон взломано. В помещении патрульно обнаружили мужчину, который собирал ценные вещи. Застигнутый на месте преступления мужчина оказался 38-летним ранее судимым жителем Самары. Возбуждено уголовное дело. В День независимости России 12 июня гости и жители Самары смогут увидеть праздничный фейерверк. На второй очереди набережной реки Волга состоится праздник, посвященный Дню России. С 12 часов на главной сцене около памятника основателю города Григорию Засекину стартует масштабная программа с участием творческих коллективов и солистов Самары, Саратова, Москвы. В небо поднимутся уникальные воздушные змеи в форме огромных китов, рыб, осьминогов, каракатец и других обитателей воды. А в 9 вечера перед самарцами выступит группа Ома Турман. Помогут всем. В регионе стартовала акция «Мы вместе». Уже в четвертый раз самарский волонтер отправится в Сахский район Крыма. В год экологии особое внимание уборки территорий и пляжей. Всего в этом году помогать крымчанам поедут более 300 студентов, техникумов и колледжей региона. Когда поезд умчит в Крым, первую группу добровольцев знает Алина Чемерес. Туда нельзя не вернуться. В один голос говорят волонтеры, которые уже побывали в Сахском районе Крыма. Студенты самарских колледжей и техникумов уже четвертый год ездят восстанавливать памятники, убираться на пляжах, организовывать праздники и помогать детям и инвалидам. Многие уже были в Крыму в прошлом году. Мне понравилось то, как нас встретили там. Мы из-за этого очень сильно переживали. Думали, как вообще люди будут оценивать нас. Им очень сильно понравилось. Мы им помогали. Детям помогали, ездили, убирались там все. Готовились ко Дню России также. Было очень хорошо. Должно быть, ты должен чувствовать, что ты кому-то нужен, потому что есть какая-то отдача. Я когда помогал, я видел, что человеку нравится, он улыбается, он смотрит, он как-то благодарит меня. То есть это обязательно должно быть присутствовать. За все время акции мы вместе в Крыму побывали свыше тысячи человек. В этом году уезжают более трехсот. Самарские волонтеры будут помогать братскому ЦАКскому району все лето. Группы сменяют друг друга каждые десять дней. В этом году в акции участвуют студенты из 35 колледжей и техникумов со всего региона. Нас там ждут и любя называют крымчане цыплята, потому что у детей яркая форма. И даже, знаете, они пользуются тем, что на рынке у них уже везде дисконт, фрукты, сувениры. Ой, Самарский, мы вас любим, идите к нам. В Самарской области волонтерское движение поддерживают на законодательном уровне. Желающих стать добровольцами множество. Во время недели добра, которая прошла в апреле, на благо жителей трудились около 60 тысяч волонтеров. Помощь получили полмиллиона человек. По словам экспертов, добровольчество меняет молодых людей. Изменение мировоззрения, оно влияет на все. И на отношение к учебе, и на отношение к своим друзьям, к родителям, к городу. И поэтому для многих добровольчество становится смыслом жизни. На открытии акции «Мы вместе» почти 50 человек на чемоданах. Первая группа добровольцев отправится в Сахский район уже сегодня. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Помощь лишней не бывает. Самарские волонтеры сегодня отправятся в Сахский район Крым уже в четвертый раз. Больше спорта в каждый двор. В Самаре за домом на улице Южный проезд построят футбольное поле. Звездный час для юных музыкантов. В Самаре свои двери распахнула Академия Юрия Башмета. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся.